здравствуйте алло слышно меня да слышно привет а меня ну такое у вас интернет подлагивает я из украины город днепр вы откуда я из челябинска а дальше связь оборвалась да что такое я из челябинска россия понял общались на тему войны интересно что-то обсудить хорошо давайте как мы будем диалог строить аргументы факты общаемся под диалог строим по очереди вопрос ответ вопрос ответ договорились давайте кто хочет начать вы или я ну начните войну поддерживаете или не поддерживаете войну не поддерживают тут как-то гибнут люди всех жалко украинцев и русских не а россиян не жалко честно скажу хоть не согласен с вами сразу да но у нас тут расходятся мысли у вас теперь вопрос есть или у меня как мы дальше хорошо как считаете между кем идет война сейчас на украине россия вторглась на территории украины уничтожает города убивает людей захватывает территории а мое мнение мое мнение на этот вопрос честно вам скажу я говорю то что происходит по факту россия вторглась оккупировала территории потом себе в конституцию их записала уничтожает города могу перечислить могу даже по областям отдельно и убивает здесь людей вот что хорошо нет а почему вы не это без мнений да и что за диалог такой если без мнений странный диалог происходит так а зачем мнение мнение это не интересно давайте факты обсудим какие-то первопричины может ну вот я и просто и говорю давайте первопричина давайте вот я считаю какая первопричина что сейчас россия воюет не с украиной она воюет с америка и и западными сателлитами это прокси война американцев с россией украинцы гибнут потому что зеленский втянул в эту бойню вот и все как взять конституцию записать туда херсонская область запорожская донецкая луганская как это это уже клетки как это сразу летом с америка объясните и сателлитами это это уже следствие не 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 это не следствие следствие какое этого как связано вот то что еще не числа то что случилось по факту с войной с америка как это связано расскажите пожалуйста это с тем связано что россия это самое опасается что вернее видишь что по факту это происходит что на украине происходит я я же объясняю что происходит что на украине она стремится в нато там размещаются натовские войска и она не хочет чтобы на нашей границе стояли эти фенляндия вступила в нато что вы ей сказали за это пока ничего наверное не сказали хотите я вам что это пути нас к ее ошибка цитату путина хотите он наверно сказал что это ее ошибка ну хотите или не хотите я же задаю вопрос скажите скажите сейчас сейчас секундочку у нас нет ничего что могло бы нас беспокоить с точки зрения членства финляндии или швеции в нато ну хочется им пожалуйста прямая цитата путина хочется им пожалуйста по секрету вам скажу вы скорее всего не знаете самый крупный ваш ядерный арсенал находится в мурманске примерно 200 километров от границы с финляндией финляндия вступила в нато путин говорит ну пожалуйста может пока видимо ссориться да нет наверно не так как не так вам сказать откуда цитата можете проверить я не против да я не возражаю пускай даже и так сказал понял а зачем вы тогда про нато говорите ну тоже путин сказал почему началась война на украине ее цель демилитаризации то есть чтобы на украине не было натоских войск это же путин сказал помните мой первый вопрос первый мой вопрос как писание четырех областей украины связаны с этими целями и с войной с америка это первый мой вопрос чтобы уже никогда здесь не было никаких натоских войск может это будет уже территория россии так вам плевать на финляндию а на финляндию плевать конечно видимо а у вас пока до санкт-петербурга намного ближе чем от украины до какого-то главного пункта понимаете мурманск я вам привел в аргумент вы это все мимо ушей пропускаете нет я все слышу но мы же не можем со всеми сразу боевать надо сначала с украины закончить так вам все равно на страны которые уже в нато вы им ничего не делать а украина вообще не в нато она в ближайшем времени никогда в нато не попала зачем к чему здесь нато и украина украина не в нато украина до двадцать второго года не подала заявку в нато украина не имела ничего такого чтоб связывала украину с нато кроме того что мы туда хотели после военной агрессии российской федерации то есть мы хотим и вы нас решили уничтожить хотя страны которые по факту в нато вы на это глаза закрываете ну во первых да если уже будет война со странами нато это будет уже третья мировая тарас во вторых что значит вы не хотели в 2008 году если бы франция германия не протестовали вы бы уже в 2008 году вступили в нато америка со страшной силой голосовал за то чтобы украина это не было в нато только это называется не программа ради мира или сейчас вам скажу более то а партнерство во имя мира это первый этап вступления страны в нато нужно пройти эту программу знаете какая страна еще я проходила параллельно с украиной какая грузия там российская федерация а ну вот видишь это но это в начале двухтысячных годов нет это говорю параллельно с украиной украина и россия вместе вступили в нато первый этап партнерство ради мира но это в каком году сейчас вам скажу дату мне не сложно а партнерство во имя мира правильно это называется россия когда сейчас я скажу австрия в 2000 16 июля 2007 года и и что нато хотела взять и россию и россия хотела в нато началась нет тогда же вот и же путин же тоже говорила мы давайте единое экономическое пространство для чтобы у нас доводило только чем нато и экономическое пространство в другую степь пошли уже не но это военно-политический настрой экономика нет отношения общих настроек был такой чтобы быть в мире в одной скажем компании и и торговать ну и про то и про другое тоже говорим взаимосвязано же все нет нато это военно-политический союз защитный нато ну партнерство ради мира причем тут это же я знаю что путин начале двухтысячных это самое хотел говорил что давайте в нато тоже вступать и будем все в одной семьей жить это был он отказался от нато ну вот когда ему европейцы и американцы сказали что кто-то такой что не будет процитируйте какой-то ну я сейчас я сейчас я сейчас не могу дали отворот поворот как говорится в четырнадцатом году после оккупации крыма нет раньше еще ну сошлитесь на что-то я сейчас попросил сошли блин ну не могу сослаться я просто как бы это помню ну я вам на слово должен доказать ничего не я говорю то что я помню потому что я следил за политикой ну поверьте на слово я на слово не верю хорошо не верьте ну хорошо не верьте ваше право вы можете сказать чем конкретно вам нато угрожает уничтожение в россии расчленением они же нам хотят на республике разделить эту россию там чтобы она там кто где говорит о том что нужно ну то есть же это было же эти планы кто там говорил такое да я не знаю я вам сказал подтвердите свои слова вы мне вопросы задаете из того что я знаю главные цели на то были это борьба с терроризмом борьба с глобальным потеплением по секрету вам говорю о нато глобальным потеплением а как это военный блок будет бороться а зачем тогда хорошо то не оказываются такие экологи а зачем они туда расхерачили ирак ливию а чего не будем а чего не будем такая экологическая организация как-то не знают только наоборот значит это ирак разгромил америка вы из какой страны я из россии а я откуда с украины давайте вы про ирак вот вы поставьте здесь страну ирак и с ними про ирак поговорить и хорошо не просто просто вы говорите что на то они не очень-то экологи в ираке нет а в россии конечно есть и что дальше вы хотите сказать что нато будет нападать на ядерную державу но в том-то и беда что если скажем окружить зачем туда на таски будет на то нападать на ядерную державу или не будет если она будет угрожать по крайней мере скажу она будет угрожать вот эта америка и нато она 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 может угрожать если по всему периметру россии они поставят свои эти противоракеты которые могут сбивать наши баллистические ракеты на взлете это так не у вас есть северный полюс со стороны которого никто ничего не поставит понимаете там мы есть подводные лодки еще очень и какие пвона подводной лодки не знаю короче говоря нет говорите для того чтобы в америке стрелять у вас на граница со 20 километров пролив как и для чего американцам 800 военные баз и почему они их размещают по периметру россии и какая по периметру россии чем вы говорите ну вот они же обещали нато не расширять они все кто обещал американцы сошлитесь на какой-то документ ну чё сейчас вот тебе будут ссылаться посмотри конечно так я смотрел такого нет это рассказывает только путин и ваша российская пропаганда такого не было ни документа не договоренности ничего более того даже сам сейчас вам скажу я не помню ельцин вроде бы а горбачёв извините горбачёв лично что не было такого никакой договоренности о расширении нато он лично ой ой да ну сошлитесь где это он сказал а вы так что я пишите а вы тоже от навозите и напишите потому что горбачёв как раз и говорил что ему обещали что нато не будет расширяться вот смотрите вот видите это название ролика на ютубе вот дословно скопируйте вставьте там в ролик на ютубе будет так и послушайте это брали интервью и он отвечал на вопросы как это скопировать интересно значит и сохранить как что люди как с какого скопируется штуку руками напишите ну обещание просто так нашли а так вы за компьютером сидите правильно понял вот так отлично значит вам сейчас не составит труда ваши слова тоже подтверждать я рад этому а зачем вы печатаете скопируете и вставьте в чем проблема не а слушай его просто знаешь у меня что-то не получается я беру а вот так как может так что ли скопировать да вот так курсором проводить а потом правая кнопочка нажимайте копировать отлично все что видите расскажите английском языке а там субтитры может нет он будет отвечать на русском во первых там на немецком вроде бы берут но он на русском будет отвечать там на 20 секунде вроде бы эта фраза субтитры можете включить вот на 30 секунде ему задать этот вопрос я не понял вопроса говорит что он говорит не миг действительно блин не нет до этого все слышно там на русском вопрос задают сейчас скажи если что на то астана восток миф действительнее расширение нато на восток там четко это слышно вот дальше что он чё говорит субтитры включите я включил читайте тогда не спрашивайте дальше не интересно они там другую тему уже обсуждают задали вопрос расширение нато на восток договоренность он говорит это миф не было договоренность его расширения нато на восток вы своим ушам не верите глазам не счет вы на связи все хорошо у вас да все хорошо ну отлично прокомментируйте ну тут я могу сказать не могу ничего прокомментировать сказал что миф все с этим не спорить а лала ну вот он дальше говорит что мы наставили чтобы германия была нейтральной страной настаивали окей кто никто не против настаивайте дальше ну вот что вот вы сказали что была договоренность между сша и россией о нерасширении нато я вам привел конкретные слова которые вы сейчас увидели высокопоставленного человека правильно вот то есть вы может какой-то контраргумент приведете где-то я тоже видел что он как раз уже говорил совершенно наоборот а вы в курсе что у вас 2012 году в ульяновске была база по переброске натовских сил до курс а вы знаете что путин об этом говорил сейчас уже не помню а хотите смотрите я вам еще вот такой вот тоже название кидаю только сейчас не надо смотреть вы его запомните потом посмотрите ну или хотите можете сейчас там просто четыре минуты а я вам цитату из этого видео сейчас зачитаю размещение базы нато в ульяновске соответствует национальным интересам россии это вот название вот этого видео в котором он это говорил это так ему угрожает нато что он поддерживает размещение натовской базы нет я же еще раз говорю конечно путин стара пытался чтобы мир с америкой когда в двенадцатом году а помните я сказал когда нато отказалась от сотрудничества с россией 2007 2014 после оккупации крыма вы в 2008 вступали партнерство ради мира программа потом у вас была база вот видео слова оттуда я зачитал база в ульяновске тоже можете легко проверить после этого вы начинаете оккупировать территории соседней страны нато говорит что вы делаете неправильно отказывается от сотрудничества и тут вдруг вы таки нато угроза до вашей агрессии к своим соседям вы постоянно сотрудничали путин постоянно говорил что это все нужно лично вам в лично вашей стране никто не говорил ни про какие угрозы и тут вдруг нато стал угроза можете рассказать как это так это как раз это то мы говорим что россия и путин всячески старались наладить и отношения мирные все верно на а когда еще раз задаю вопрос на отказалась от сотрудничества но так не знаю когда она в четырнадцатом году я говорю я насколько помню они все время были так довольно агрессивно по отношению к россии я вам привел первое программа ради мира в 2008 2 база нато в двенадцатом вы мне говорите про все время давайте мы не будем про все время я вам конкретной ситуации где лично ваш президент нынешний который сейчас у вас в власти лично расценивает это как положительное для вашей страны он сам об этом говорит вот видео напишите название вставки в youtube потом я говорю еще что пытались самое чтобы были мирные хорошие отношения но это не так кто нарушил а кто кто нарушил американцы же вышли там из таких этих самых смотри я вам скину вот видите вот это последний текст блин ну нормально общались ему уже доводы начал вкидывать он уже начал что-то проверять он уже понял что плывет понял что аргументация не работает понял что все все вот уже не чем парировать он уже в тупике находится а я ему еще 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 наваливаю блин обидно он проверял проверял и когда человек в тупике когда все вот он все уперся нужно признать свою неправоту в чем проблема скипнулся очень обидно очень обидно ну пофиг не пофиг но он ну здесь не чем парировать понимаете вот я уже говорил в начале стрима что моя позиция показать слабость их аргументаций все я не хочу душить оскорблять и так далее вот слабость я привел конкретные слова конкретные действия конкретные факты вот хотел заявление нато по поводу крыма вот 17 марта 14 год то о чем я говорю после этого они разорвали все связи и так далее и это очень легко гуглиться вот я ему скинул вот это название вот вставляешь вот первая ссылка это вот нато все типа ну все ты никак не побьешь этот и тут чел сливается ну задумался я надеюсь что задумался он хотя бы понял что аргументов нет про финляндию про мурманск где стратегический объект то что питер ближе все сказал тут не чем парировать но все но в целом с кайфом я считаю неплохой разговор жалко что слился но но как говорят кто-то там писал что ножку из под его стула я точно выбил это это с кайфом слава украине слава украине